Ай, как любят петь азербайджанцы. И еще больше любят играть на таре. Это я вчера выяснил. И получил тройку на первом своем уроке. Но и это еще не полный список того, что обожают местные. Нарды. Вот здесь посторонитесь шашки и шахматы. Дайте дорогу. Вот никак не мог подумать, что нарды, во-первых, излюбленная игра азербайджанцев, а во-вторых, то, что они могут прийти вот так вот в Чехану и целый день здесь провести, бросая кости. Понимаете? А, кстати, вот за этим звуком мы сюда и пришли. Телет, мой учитель. Да. Значит, как бросать? Подкидывать как бы вот так. Нет, так сильно не надо, слабенько, но чтобы на поле попало. Отлично. Скажи мне, пожалуйста, почему здесь нет ни одной девчонки? Просто это популярно среди парней, среди мужчин, поэтому после работы такие дни, как вот, допустим, сегодня, несмотря на то, что в пятницу, вот многие сидят, пьют чай, и играют нарды. А девчонки в это время что делают? Девчонки сидят в кафешках, в кофешопах. Ждут, когда пацаны доиграют нарды. Все понятно, давай ускоряемся, а то они долго ждать нас не будут. У меня ухо наметано. Я слышу, слышу этот специфический звук кубиков. Короче, записываю. Этот звук нельзя бросить на дороге. Песни, игра на таре, нарды, еще не все. В Азербайджане есть свой восточный эквивалент рэпа. Мэйхана. Это такая спонтанная поэзия, которая рождается на месте. Главные элементы ритм и рифма. Все, как мы привыкли. Мэйхана. Мэйхана? Мэйхана, да. Мэйхана. Читают или поют? Поют. Короче говоря, это азербайджанский фристайл. Здесь есть все. И свои биты. В общем, сейчас все поймете. Ну, вы понимаете, что просто не получится исключить Мэйхану из общего азербайджанского трека. В любую песню можно вписать Мэйхана, интегрировать, так скажем. А, чтобы ритм был подходящий. И тут песня, которую я так старательно разучивал, пошла по новой звуковой дорожке. Вот так вот репетирую и разучиваю наисложнейшую песню. А живот-то уже кричит, орет, мол, поди-ка, хозяин, разузнай, на что зарабатывать будем, если эксперимент удастся. Продолжение следует...